Починяй закончик, мы не скажем, чёрт. Можно сказать, не закончик, это предложение такое. Если, допустим, все эти области демонтируют и задать свободный. И засеять это всё дело там. Но это впоследствии. Это впоследствии, это не сейчас. Затытый коллег, в лесок возился. Такие штрафные санкции, миллионы. Но если думать голосовать нет, тогда санкции сразу по решению туда платить. Значит, если думать голосовать нет, у нас, значит, будет проведена независимая экспертиза. Вот она будет проведена в марте-апреле. И тогда в апреле месяце у нас появляется иск с возмещением стойкости выставки в сумме, которую она считает администрированный. Независимая экспертиза. Если думать голосовать за перевод, то есть у движения-то, у суда-то нет оснований этот иск-то сразу же, сейчас уже готовить, потому что, то есть, ещё какие-то процедуры-то идут. И мы, наша цель вот за эти месяцы, это до апреля, до месяца новый участок, дома и сформировать, но мы до апреля не успеем. И мы будем предлагать его взамен этого иска, чтобы у нас не было иска. Если он, допустим, потом выстроится, а по прошествии летом, допустим, через год план построил заправку, а потом за это место снова потреблялся. Я и говорю, что нам нужно мировое соглашение, по которому мы распишем все условия. Вот смотрите, движение от иска не отказывается. Отказывается даже, значит, мы с ними разговаривали в судье, прямо вот всё под аудиозапись. Я им говорю, если дома принимают решение, допустим, перевезти, вы от иска отказываетесь? Они говорят, нет. Мы от иска откажемся только тогда, когда у нас будет разрешение на ввод той заправки в эксплуатацию. То есть этот иск-то, он будет идти до тех пор, пока они её не построят. И вот, как я говорила, если снова возникает какая-то жалоба, снова приостанавливается, у нас этот иск, он ввод на нами всё время все. Нам этого иска не надо. И он может не быть, это вылистка, как говорится, если вы встречным всё-таки найдёте возможность в нарушении правила строительства вызывайте экспертов с ведущих этих делах. Я говорила уже вам, нанимайте адвокатов грамотных, которые могут зацепиться. Я ещё раз говорю, что значит иска может ли не быть? Встречный иск – это предмет другого дела, это другая судья, это предмет другого размера. Я не понимаю, когда это иск мировое потом, потому что оба будут в равных условиях. Я сегодня услышала политинформацию Татьяны Александровны. Это из того, что Татьяна Александровна сказала, большинство – это не имеет отношения к принятию сегодняшнего решения. Да, большинство. Большинство, да. То есть все эти вопросы о целесообразности с точки зрения судебной перспективы, иска предъявленного движения, не в тех, извините, не в горло, но я плохо говорю, может быть, но надеюсь, что услышите. С точки зрения вот этой судебной перспективы, оно всё только вот как бы имеет весьма такое отношение, ну действительно, на перспективу. То есть вот Татьяна Александровна так анализирует эту ситуацию, считает, что это поможет. Но сначала давайте тогда космос вот этой судебной перспективы. Ещё первоначально, год назад, когда я увидела претензию, я говорила о том, что исковые требования очевидно завышены, и нужно работать именно в том ключе, чтобы искать, где требования и убытки движения из тех продуктов предъявлены завышенные. Ну почему-то, ну вот как-то прошли месяц и месяц, и только сейчас я думаю, что надо, наверное, какую-то экспертизу провести, надо, наверное, какие-то работы оценить, стоимость их, надо, наверное, посмотреть, что не совсем добросовестно посчитаны, убытки движения из тех продуктов. Ну я рада, что хотя бы сейчас до этого дожила речь, и никто не может уже соглашаться с 8 миллионами убытков. Так вот, к сожалению, даже принятие вами сейчас решения о переводе земель не гарантирует никакой судебной перспективы в АПСЖ. Вообще никакой. От того, что вы сейчас примите или не примите, для арбитражного суда, на решение арбитражного суда это вообще никак не повлияет. Потому что отсечка времени, да, потому что рассматривают арбитражный суда днем, когда закончилось строительство. Фактически, когда они выехали. Вот до этого времени были нарушены требования обладательства администрации города и района, и до этого времени были понесены убытки. Все. Все, что сейчас мы говорим и делаем, оно отношения к тому иску по большому счету не имеет. Я понимаю желание администрации района как-то из этой ситуации и города выкрутиться с наименьшими убытками для бюджета. Я это все понимаю. И понимаю возможность использовать разные пути для этого. Но, я честно, вот у меня высшее юридическое вызывание, я не понимаю, почему нельзя заключить мировое соглашение, не имея сформированный участок, вот на том спорном месте, которое мы обсуждаем. Я правда не понимаю. Почему, если движение хочет получить другой участок, не будем говорить о законности о формировании сейчас, увольте, да, с учетом зоны Р-2 и городских лесов. Но, допустим, другой участок, почему нельзя с ними заключить мировое соглашение на этот сформированный участок, прописать там условие, что вы им простите годовую аренную плату, на сколько-то там лет вперед, не имея сформированного участка рядом с рекой Шерепиха. Я правда не понимаю. Никакого юридического значения это не имеет. Будет этот сформирован участок или не будет для заключения мирового соглашения. То есть мировое соглашение это условие, которое приписывают две стороны на свое усмотрение. Если они не противоречат закону, битражный суд засиливает это судебное, это мировое соглашение. Но оно, а, заключается с желанием обеих сторон, то есть не факт, что движение нефтепродукт возжелает другой участок при наличии сформированного по их заявлению участка Комиссии по внесению правил землепользования и застройки. Дума, и вот вы перевели, может начинать сформировать этот участок, ставить на кадастровый учет, проводить по нему торги, заключать договор о реме. Действительно, я сам правильно сказал, что вы сейчас решение примите, и все, от вас больше ничего не зависит. То есть вас больше уже никто не придет и не спросит. Я, правда, этого не понимаю. На мой взгляд, если есть желание у движения нефтепродукта получить какой-то другой земельный участок, а у местных властей возможность предоставить этот земельный участок и каким-то обоюдным выгодным условием прийти в мировом арбитражном суде, ничто не препятствует исключению этого арбитражного соглашения без сформированного земельного участка в данном месте. Не захотят они милиции, не захотят заключать мировое соглашение, значит, нужно, ну и предполагать, что нужно, и работать на перспективу снижения суммы иск удовлетворенной. Что касается, давайте все-таки поговорю о законности и незаконности принимаемого сегодня решения. Буду говорить с осторожностью, потому что, когда предъявлялся нами иск, нами заявлялось большее количество нарушений, нежели в результате решения суда было удовлетворено. Я уже не один раз говорила о присутствии на комиссии по землепользованию заставки, что судом выявлено три нарушения. Первое, по процедуе публичного слушания, второе, по отсутствию заключения распотребнодзора на момент начала строительства, но я его считаю незаконным и полученным разрешением, и нарушение санитарно-эпидемиологических требований законодательства, в части размещения объекта опасного в третьем поясе зоны санитарной охраны и источника питьевого водоснабжения. Почему мы считаем незаконным данное решение? Потому что, добро бы переводили из зоны Р-2 в зону Т-1-1, со строительством гаражей разрешенных, вы ставите вид условно разрешенного использования какой правильный строительства в бочных и заправочных станциях, которая что правильно признана судом опасным производственным объектом, которая что, нельзя строить в третьем поясе зоны санитарная охрана из точки к питьевого Слышата. То есть, вот именно в той части, которая будет существовать. Поэтому, условно разрешенный вид использования земельного участка вaczная до заправочной станции для заправки великого автомобиля на данным земельном участке, данная до заправочной станции по решению суда размещена туда и двух дружинках. И поэтому смысл предписать вот этот условно разрешенный вид использования данного земельного участка? Да никакого нет. То, что касается сложного вопроса относительно городских лесов. У нас администрация городского поселения предпочитает считать, что это некая растительность, к лесам не очень имеющая отношение. То есть это какие-то наслаждения. Поскольку официально в соответствии с лесным законодательством данные участки к лесным не отнесены. Но почему не отнесены? Потому что сама администрация бездействует, не выполняя полномочий предусмотренных лесным кодексом. Ему вынуждены были обратиться в суд с иском с понуждением данные участки лесные размежевать, поставить на учет и ввести в свою собственность, разработать лесокозяйственный регламент, организовать лесной контроль и так далее по списку лесного кодекса. Эти работы не выполнены до настоящего времени. Посему сейчас говорить о том, что этот участок занят русскими лесами с точки зрения лесного законодательства не представляется возможным. Но в судебном порядке нам никто не препятствует говорить о том, что есть туда предваренные судебные решения. И в случае судебного иска я думаю, что все-таки мы данный вопрос поднимать сможем. Другое дело, как суд посмотрит, это уже вопрос третий. Вот, то, что касается нынешней ситуации. Конечно, все выборы на публичных слушаниях я, к сожалению, не была, не болела, но я видела видеозапись публичных слушаний, были записи двумя лицами противоположной, по обе стороны, по рекаме расположены, поэтому поскольку идентичная запись, я думаю, что так оно все и было. Поэтому я видела, что население, конечно, резко против. Вы все сами видите. И поэтому не учитывать мнение народа, когда он высказался столь четливо и столь понятно, тоже неправильно. И ссылаться при этом на то, что нам дала Татьяна Александровна письменную гарантию того, что там не будет автозаправки, ну извините, это гарантия, это просто-то смысл. Оно никаких юридических последствий не имеет. Никаких обязательств за собой администрация района не влечет. И поэтому сейчас вот вы для себя, если примите такое решение, я уже представляю, как это может быть, да, что кто-то может принять решение, что... А мне пообещали, я поверила, поэтому так или поверил, и такое решение приняла, а меня потом обманули, как мы потом будем говорить, все-таки вот сделали. Это не получится, потому что я вам честно говорю, что никакое даже три гарантийных письма, подписанных всеми замами еще Татьяны Александровны, не имеет юридического значения с точки зрения последующего возможного размещения автозаправочных станций на данном участке. Ну это ничто, гарантийное письмо, то же самое, как сейчас. То есть это как честное слово, озвученное письменно или устно. Ну честным словом можно верить, можно не верить, но оно на совести дающего, да, это слово. Поэтому вот с точки зрения судебного разбирательства прошедшего, я вам рассказала, какие нарушения были. Они не устранены до настоящего времени. Почему? Потому что скважина остается. Расчетность зоны, зона санитарной охраны не уменьшилась, не сократилась. Так находился данный участок в третьем поясе, так он и находится. Грунты тоже никак свой статус не поменяли, так же, как и подземные вводы, да. То есть как они были незащищенными, так и остаются. Поэтому какое бы ни было заключение органов геологии, которое бы ни было судебным заседанием, они не могут дать в этой ситуации положительного заключения, поскольку, ну оно неважно, они не защищены. И говорить о положительном и отрициальном заключении уже не приходится. И мне удивительно, каким образом было получено заключение Чеплокова в Роспотребнодзоре, при том, что нарушен их же СанПИН, подписанный их же руководителем. То есть положительного заключения Роспотребнодзора в этот судат в принципе родиться не могло, потому что СанПИН были нарушены, и судом это признано. И автозаправочная станция Булочная признана опасным объектом, запрещение которых в третьем поясе зоне санитарной охраны источника пятио-водоснабжения запрещено при условии, чтобы он не защищен. И это несправно очищается. Я вижу то решение, о котором идет речь, о строительстве автозаправочной станции, условно разрешенный вид использования. Дело-то в том, что господа депутаты, простите меня, судебная привычка, условно разрешенный вид использования, зачем пишется? Затем, чтобы больше там не ходить. То есть этот условно разрешенный вид использования может быть применен без дополнительного проведения публичного слушания, нанесения решений, принесения какие-то еще изделия. То есть все, в общем-то, это ваше миссия. Чего-то кончится, больше вас никто не спросит. Ну, в общем-то и все. Можно по мировой штурме? Да, я правда не понимаю, почему нельзя. Вот, я во вторник как раз предлагала, значит, давайте мы обменяем все этими земельными участками. Но мне, что я сказала, пока у вас не будет сформированного земельного участка, вы на что меняться побегите? Вы не меняетесь, вы почему не можете сформулировать мировое соглашение, мы вам предоставляем сформированный земельный участок. Так где он? В этом не нет. Так вы не будете? Какое, как вы, что нам надо время, чтобы его сформировать? Вот у вас будет время, пока вы проводите экспертизу на это время, в соответствии с обитражным процессуальным кодексом, приостанавливается древняя заседание на время проведения экспертизации? Да, оно приостановлено. Вы в это время формируете, переводите, ищите. Вы сами говорите, что вы с марта, апреля у вас не раньше будет заключение экспертизы? Но участок мы не успеем привести до марта, апреля. Публичное слушание только три месяца будем объявлять. А вот этот участок вам как поможет? По новому участку сформировать? Вот это участок, который мы сейчас, я говорю. Как вам поможет сформировать новый земельный участок? Он сформирован земельный участок, мы должны предоставлять по торгам исключительно, если это новый земельный участок. Мы должны будем опять точно так же отсидеть. Татьяна Александровна на этих торгах. Нет, активно. Это уже ищение нефтября. Во-вторых, я еще раз говорю, точно так же, как обменяться земельными участками, точно так же предоставить этот новый земельный участок можно по решению судов и так вот уже умирать. Если есть этот земельный участок, то формируйте его. Как вам нынешняя ситуация поможет формирование другого земельного участка? Я правда не понимаю. Формируйте. Вот сейчас, вот сейчас, вот в этом участке сформировать участок, вот это вот перевести, вернее, зону, как сейчас вы предлагаете, депутаты, оно вам никак не поможет в формировании другого участка Н. Формируйте его. Закучайте на него мировое соглашение. Вот, представляете, ну, правда, никак оно не связано. Как не связано? Ну, вот мы обсуждали, если бы мне судья, витражный такт не сказал, формируйте, так я бы этого и не озвучила. Никакой разницы нет по меня. Вы напишите в мировом соглашении, вы меняете с двумя участками его, кто-то бы на мае. Или просто вы пишите в мировое соглашение заключает два лица. Не суд его заключает. Суд только оценивает его. Можно признать его, утвердить или нет. Почему вы не можете в мировом соглашении с движением написать, вот мы сформировали земельный участок, давайте мы, вот вы отказываетесь от иска, а мы его вам даем. Если суд вам утвердит это решение мировое, вот эти на здоровье. Такое движение не отказывается от иска. Если мы приедем и скажем, все, у нас участок, ну, пусть он будет без разрешенного использования под строительство блочной автозаправочной станции, но у нас должно быть решение, что у нас мы что-то делаем и идем, значит, на процедуру формирования этого земельного участка. Зачем? Если вы, почему предоставлять не собираетесь? Если мы однозначно отказываем, то тогда будет иска в пользу движения. Это 100% на пользу движения. Если движение нефти, понимаете, здесь движение нефтипродук, сань, бог, я терпел. То есть им решать в этой ситуации, а вам бороться на снижение. Уже им все погрешение этого иска, они отдали нам бы точно так же. Для дневной снижения, так и для дневного, не вбежу. У города запрога земельного участка. Да, ведь два момента предоставления земельного участка по предварительному и без предварительного согласования. Вы не можете, что ли? А вы не забыли, что автозаправочная станция исключительно предоставляет только по тогда? Ну, это было. Вот я и спрашиваю. А на Валене вот такой вопрос. Вот сейчас мы принимаем решение, не принимаем. Но все равно запрещено встретиться в участке заправочной станции, правильно? Оно все равно запрещено. Оно все равно запрещено. Почему? Как бы вы привели? Я не знаю. Нет, вы же говорили до этого, что там воды, там строить нельзя. Правильно? Так или нет? Нет, вот я не понял, что такое. Нет. Я что, я спрашиваю вас? Можно я скажу, коль мне вопрос ответствуется? Спасибо большое, Сергей Дмитров. Я не наполню, как вы не знаете. Да, я еще раз говорю, что в принципе по переводу, по публичным слушаниям и так далее я сейчас ничего не говорю. Я говорю только про то, что вот есть этот условно разрешенный вид использования, про эту влочную автозаправочную станцию, при том, что, где вы там, при том, что суд сказал, что на данном земельном участке стоит строить влочную, как мы зло его нет, влочную автозаправочную станцию для заправки легкового автотранспорта нельзя. Как вы тогда разрешите ее там строить, если ее там строить нельзя? Нет, 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 я сейчас принимаю это, подожди. Почему? Решение, проект, вот мне вчера передали, в текстовую часть правил дополнить статью, ну подождите, в текстовую часть, пункт 1.2 решения. В текстовую часть правил дополнить статью 30-ю зоны ИТ-1.1 с условно разрешенным видом использования земельного участка и объекта капитального строительства двоеточия влочная автозаправочная станция для заправки легкового автотранспорта. Но это ваш проект. Я как могу вам сказать, будет он запрещен или не будет он запрещен, поскольку я вижу, что ситуация эта может быть решена только в суде, а за суд решить я, к сожалению, не могу. Я говорю о том решении суда, которое вступило в законную силу, которая есть и обязательно в исполнении всеми лицами, организациями, органами власти существующей на территории страны, это вот три позиции суд отметил, в том числе то, что данный объект относится к опасным объектам, а опасные объекты не могут быть размещены в данном земельном участке. Правильный станция Блочная автозаправочная станция, правильно ли это, да? Ну, в принципе, суд не даст строительство, я так понимаю, если я правильно понял, суд запретит следить за правильный страну. Нет, давайте я объясню, вот смотрите, после того, как переводится из... Значит, номер, то есть новый земельный участок, если когда переводили в 2010 году там зону не межевали, не межевали один земельный участок, то сейчас мы межеваем и зону, и земельный участок, появляется новый земельный участок. Если мы, администрация района, допустим, его кому-то предоставляет, там, не знаю, там, Иванову, Петрову, Сидорову, он с этим земельным участком идет снова в эти же службы для согласования. Он идет в экологию, он едет к дорожникам, он едет в ГИБДД, то есть он пошел по кругу, после того, как он согласовал, он приходит сюда за получением разрешения на строительство. Готовится постановление, если у него все документы в порядке, готовится разрешение на строительство, и только тогда он выходит и начинает строить. А не значит, что вы сегодня проголосовали, и завтра стройка начинает. Мы понятны процедуры в суде, чтобы у нас не было предмета искусства. То есть если мы однозначно не переводим, судья понимает, что все, мы, значит, не поэтому у нас тема закрыта, однозначно мы должны по этому участку выплачивать убитки. Новый земельный участок, который мы сформируем, значит, есть приказ Федеральной антимонофольной службы для строительства заправки, движения его никак так просто не объедим. Мы должны будем провести рыночную оценку, мы должны его выставить на торги, но эти деньги, они не придут в бюджет города, они поделятся 50 на 50 тоже, то есть даже если бы просто деньги пригонять, продать тот земельный участок и, значит, погасить стоимость этого иска, так тоже не получится. Сейчас этого земельного участка никак на судьбу иска повлиять не может. Понимаете, Анна Блевина, у нас точно так же... Сейчас вы любите, и даже вы размешуете, и торги сном проведете, и в аренду их предоставите, и даже не там построят эту заправку, черт его. Тогда же тогда у вас нет гарантии, что вы выиграете в этом процессе, или они откажутся от искали заключать мировое соглашение. У вас никаких гарантий в этом процессе нет. Я понимаю, администрации нужно время ответить. Вам время нужно? А хотят они это время получить за счет вот нас сейчас. Мы проголосуем сейчас за... А вы правильно помните, да? Георгий Павлович, давайте самое рассмотрим. Будем.